В прошлой серии Бедной Насте Что вам угодно Арестовать государственную преступницу Ольгу Калиновскую Ты! Госпожа Калиновская поедет с нами Прошу, не чинить нам препятствия Вот так да Что ж, Ольга, вы в безопасности И здесь я буду жить? Мой прежний хозяин, барон Владимир Иванович Корф Обесчестил вашу дочь Лизавету Путин Моей женой Кто здесь? Таня, ты Подойди ко мне Тебе что-нибудь нужно? Может, воды принести? Нет, нет, ничего не нужно Посиди со мной Что это у тебя? Для маленького шью Стало быть Все наладилось у тебя? Если бы не ты Я не знаю Что бы со мной было И с моим ребенком Не поблагодарила я тебя Ну что ты, что ты Слышала я Свадьба у тебя скоро Отец Как узнал про ребеночка К алтарю заспешил А я думала, ты знаешь Отец Не Никита Не Никита? Чуяло мое сердце Что Что-то здесь не так Ну да ладно Ничего я Больше знать не хочу Хватит с меня тайн А здесь нечего скрывать Андрей Петрович мне Ребенка подарил Нет Нет Не может быть Не может быть Ваше сиятельство Князь Муранов Я бы хотела узнать Ваше мнение О моих рисунках Мне кажется Вы разбираетесь В живописи Я? Можно? Прошу прощения Ты что-то хотел? Барыня велела Замок починить Ну я потом зайду Зачем же потом? Ну Я помешаю Вовсе нет Правда? Никита Видишь Ты как раз вовремя Я сейчас вызову слуг И они вышвырнут вас Вон Я и сам могу уйти И ступайте Ступайте И чтоб ноги больше Не было в вашей В моем доме Помните Как ваша дочь Была влюблена Владимира Ивановича Она ведь даже Тайком К старому барону Царству Ему небесное Бега Умоляла Чтоб тот сына Вызвал домой Когда любишь На любое безрассудство Пойдешь Ох Влюблена была Сто лет назад Детское увлечение А не любовь Не шуточное увлечение Если ночью Из дому Тайком Да прямиком К нему в спальню Я попрошу вас Воздержаться От ваших Смехотворных Обвинений Смехотворных? А почему же Вы тогда не смеетесь? Все что я говорю Здесь это чистая правда Добывая эти сведения Я рисковал Потому и Наивно надеялся На вашу благодарность Черт возьми Вы что думаете Шантажировать нас? Какой шантаж? Я вас не шантажирую Не верите мне? Что ж Спросите самого барона Мне не жаль Что огонь Сокипевший В крови Мое сердце Сжигал И томил Но мне жаль Что когда-то Я жил без любви Но мне жаль Что я мало Любви Я все-таки тебя люблю Я все-таки тебя люблю Душа моя При имени вдвоем Трепещет Печаль по-прежнему Сжимает Грудь мою Я за тебя Создателя молю Я за тебя Создателя молю Я за тебя Создателя Создателя Мою Мою И как только мы вошли в дом Я сразу увидела огромную крысу Хорошо, что ее не увидела Ольга А то бы пришлось бы ей Искать другое убежище Ну, мы ничего не могли придумать Там слуги все уберут Почистят И будет уютно, как дома К сожалению Ольга Калиновская Чувствует себя как дома Только в царском дворце Но ничего Рано или поздно она привыкнет Все лучше, чем в тюрьме Ой, я так устала От этой мадемуазели Калиновской Да, признаться От общения с этой дамой Я устаю больше, чем от военных учений Вы хотите отдохнуть? Нет Признаться, я валюсь с ног Но расстаться с вами так тяжело Давайте просто посидим Вашей женой Вы хотите, чтобы я стала вашей женой? Да Я могу повторять это Тысячи раз Но мне не верится, что все это происходит со мной Может быть, это сон? Да Это сон Это самый счастливый сон в моей жизни Господи Я терял надежду тысячу раз А теперь все позади Я совсем забыл Это была дурная примета Петя Этот немец меня просто в могилу свезет Да надо было его выбросить за дверь Еще до того, как он начал нести этот бред А если это правда? Маша Как ты можешь так думать о Лизе? Петя, ну она же была влюблена в этого Корфа Лиза никогда Никогда Не переступит рамки приличий Ой, ты не знаешь Лизы? Лиза всегда в плену желаний И уж если Какое-то желание ей овладеет Она переступит через все Маша Опомнись Ты же говоришь о нашей дочери Она много пережила в последнее время Действительно, можно было Либо рассудка лишиться Либо броситься на шею Какому-то проходимцу Вот, вот, вот Главное несчастье Это брак с Забалуевым И ты в этом виновата Извините Петр Михайлович Главное несчастье Это ваша связь с Марфой Ты меня можешь обвинять в чем угодно Но Лизу не трогай Она никогда не позволила бы себе Пасть так низко Ну, конечно, да Яблоко от яблони, как говорится Недалеко падает Корф хотя бы Благородного происхождения Ты поверила этому прайдохе Карлу Модестовичу Неужели для тебя честь дочери Ничего не значит? Для меня? А для тебя значило что-нибудь Честь семьи, честь дочери Когда ты связался с этой Марфой? Это невыносимо Петя Успокойся, я не буду больше Давай поговорим спокойно Умоляю тебя Ну, куда ты? К Владимиру Надо пресечь эти слухи Пока честь дочери Не погибла окончательно Как? Ловко вы все это придумали? Ищейки Бинкендорфа До сих пор не могут прийти в себя, я полагаю Я одна ничего не могла бы сделать Это ваше доверие помогло Но идея-то была ваша Сколько волнений Из-за дамы, которой никто симпатии не испытывает Впрочем, она нам платит тем же Глядя на Ольгу Клиновскую Узнаешь Каким последствиям может привести страсть И безответная любовь Совсем недавно я Я понял, что страсть И любовь это Разные вещи Страсть изматывает Превращает душу в пепел А любовь дает Умиротворение И покой Я согласна с вами В последнее время я чувствую себя очень спокойно Так значит вы Понимаете о чем я Немедленно отойти от него Маменька А господин Забалуев Просит аудиенции Забалуев? Этот мошенник? Разве он не в тюрьме? Он ценный осведомитель Осведомители у нас Пруд пруди А пользы никакой Он может помочь нам Ваше Величество В деликатном деле Ольги Клиновской Как? Разве не вы докладывали мне Что это дело уже закончено А теперь приводите ко мне людей По которым виселица плачет Новое обстоятельство Ваше Величество Ему будет довольно одной минуты Потом вы вольны делать с ним все что угодно Этот прохвост из кожи вон лезет Чтобы избежать тюрьмы А вы ему потакаете Не похоже на вас граф Тюрьма Никуда не убежит от господина Забалуева Но ведь Нельзя пренебрегать полезными сведениями Когда речь идет О безопасности империи Прости Ваше императорское величество Премного благодарен за то Что вы изволили уделить мне минуту Хочу выразить свое Говочайшее почтение Довольно Переходите к делу Надеюсь Ваше императорское величество Будет интересен И полезен для вас Служить на благо Российской империи Отставить У вас одна минута Да-да-да Сейчас Вот Что это? Доказательство Ваше величество Позвольте Доказательство Того Что Ольга Калиновская Жива Стало быть Калиновская Не покончила с собой? Нет Ваше величество Она прячется в деревне И выдает себя за Крепостную Где вы нашли ее крест? Я стал осматривать Дом барона Корфа И в одну из комнат Опять барон Корф Предателя могила исправит Теперь он вздумал Инсценировать смерть женщины Которую я приказал арестовать Как видите Ваше величество Господин Забалуев Полезнее нам На воле Более чем в тюрьме Возможно Возможно Надеюсь Вы впредь Будете давать честный отчет О поступках моего сына Рад служить Во благо государя и отечества В отличие от господ Корфа И Репнина Кстати Князь Репнин Оказывал барону содействие В его Нечестных поступках Вот как Князь Репнин Должен был наблюдать За моим сыном И докладывать О происходящем Неужели он посмел Пренепречь своим долгом Боюсь что так Ваше величество Как можно было Помогать наследнику Вопреки воле императора Не понимаю Особенно в случае Калиновского Опять? Когда я наконец перестану слышать Это имя В самое ближайшее время Ваше величество Я вам это обещаю В поместье Корфа У меня есть доверенное лицо Он надежен? Несомненно Но Ну говорите Говорите Кореновская сбежала Как? Не забудьте беспокоиться Ваше величество Мы ее найдем У тебя в уезде Мы любого найдем Человек не иголка Как-нибудь да проявится Тут мы его Действуйте Не теряйте времени зря Мы должны найти ее и И что потом Ваше величество? Наказать ее По заслугам Нет Бог не допустил бы Скажи, что это неправда Да все в округе уже знают Как эта новость могла тебя обойти? Лучше бы я не знала Лучше бы я этого не знала И за тебя с Никитой радовалась Так радуйся Мы с Никитой поженимся И будем воспитывать ребенка Андрей Андрей отец Андрея Мне забыть нужно Опять гнев Божий На них обрушился Почему же Почему же невинное дитя Должно страдать Господи Божий Да о чем ты говоришь? Уйди Уйди Оставь меня Но Оставь меня Прошу тебя Это как-то связано С моим ребенком? Сычиха, миленькая Я прошу тебя Скажи Ты ведь однажды Уже спасла его Не дай беде случиться Беда уже случилась Проклятие Проклятие из рода в род Переходит Господи Когда же это прекратится? Уйди Прошу тебя Беда уже случилась А я думала Что остановила Проклятие Неужто Господь Меня еще не наказал Я одна Во всем Виновата Что-то с замком Случилось? Почистить надо Личину поменять Заржавело все Осторожно Барышня Ручки Испачкаете Ваше сиятельство Могу я вас попросить? Нет Не оборачивайтесь Вот так замечательно На фоне портьера Ваш мужественный профиль Особенно хорош Позвольте мне Сделать набросок Это займет Всего несколько минут Но У меня никогда Не было такого Чудесного натурщика Да вы мне льстите Прошу вас Повыше голову И почему Вы прячете Вашу обаятельную улыбку? Софья Петровна Я говорю Как художник Разрешите откланяться Ты что Уже закончил? Прошу вас Не двигайтесь Я боюсь Потерять ракурс Мне кажется Вы его уже потеряли Что вы имеете ввиду? Почему-то я уверен Что вы сейчас Флиртовали не со мной Лиза В последнее время Ты ведешь себя Непозволительно Особенно с посторонними Мужчинами Михаил Не посторонний Он Он Не смей перечить мне Ступай в кабинет отца Я сейчас приду Маменька Михаил ни в чем не виноват Елизавета Петровна Вам лучше Послушаться маменьку Итак Молодой человек Что сие значит? Я прошу вас Не судите дурно о Лизе Вся вина лежит на мне То есть вы признаетесь Что вели себя Мягко сказать Не скромно Да Я поддался своим чувствам Но поверьте Они были самые искренние Я не имел ложных намерений Надеюсь Что вы не похожи На вашего друга Который Готов унизить Невинность Ради своих Мелочных прихотей Если вы о Корфе То ни о чем подобном Я не знаю Я слишком уважаю Вашу дочь И не собираетесь Воспользоваться Ее слабостью У меня и в мыслях Этого не было Лиза очень уязвима Иронима Я думаю Что Елизавета Петровна Очень сильная девушка И может за себя постоять О Я лучше Знаю Лизу Лиза всегда делает То, что хочет И часто из-за этого Попадает в неприятные ситуации Мне не хотелось бы Чтобы и на сей раз Это было так Должно быть Она просто еще не встретила Человека Которому могла бы доверять И прислушиваться К его советам Первые разумные слова Но, наверное, и вы Тоже думаете Что к материнским советам Прислушиваться не нужно Ее волю невозможно сломить Нужно завоевать ее доверие Это вы о себе говорите? Я бы хотел просить вас Разрешить не ухаживать За Елизаветой Петровной Вот с этого Надо было и начинать Я подумаю И посоветуюсь с мужем Хотя Если еще не поздно Что вы имеете ввиду? Простите, князь Мне нужно поговорить с Лизой Не стоит верить в старые приметы Просто кольцо великовато А когда я была маленькой Варвара мне рассказывала Когда ты была маленькой Ты верила в русалок Кики-марбалок И наверняка Видела домового В темном уголке своей спальни Угу, видела Мы, наверное, действительно Видим только то, что хотим видеть Я хочу видеть нас Женатыми Счастливыми Столой кучи маленьких детишек Господи, ну неужели это все Когда-нибудь случится? Случится Все так хорошо Что почти не похоже на правду Я ждал этого всю жизнь Я всегда любил тебя Молча Смотри, у меня кружится голова Петр Михайлович Я очень рад вас видеть Все в порядке Присаживайтесь Чем обязан? Мое почтение, сударыня Добрый день, Петр Михайлович Мне надо переговорить с вами По личному делу Конечно, конечно Но сперва я хотел бы поделиться с вами важной новостью Анна ответила Согласен на мое предложение Вы первые, кто знал об этом Выпьем же Выпьем за счастливейший день В моей В нашей жизни Ни с кем я не флиртовала Просто я Ну Репетировали на будущее Да? Да То есть нет? Какие вопросы задаете? Поверьте, я в восторге от ваших комплиментов Правда? Правда Я уверен, что Ни один мужчина не устрел бы на моем месте Вы Хороши собой Талантливые Умеете поддержать беседу Я уверен, что молодые люди будут в очередь Выстраиваться, дабы удостоиться вашего взгляда Вы не утомились? Нет Вот и все Покажите рисунок По-моему, не очень получилось Я верю, ваш талант Всего несколько мгновений И шедевр готов Не смейтесь надо мной Да что вы, Софья Петровна На турщике я никудышный Мне кажется, что у вас получилось очень правдоподобно Вот только Вы мне сказали улыбаться И я улыбался А на рисунке я получился мрачнее тучи Наверное, это из-за моего настроения Вы же были так веселы А теперь на душе кошки скребут О! Мне кажется, все-таки есть молодой человек Который удостоился вашего внимания Скажите А всегда, когда тебя не любят, так больно Софья Петровна А кто же смеет вас не любить? Он помолвлен с одной девушкой А любит другую Вас? Нет Да к тому же нам не быть вместе Так положено в обществе Знакомая ситуация Но вы уверены, что он вас достоин? Да Он самый лучший Самый-самый Поверьте моему опыту Любовь не бывает единственной На свете много замечательных и достойных людей Нет, что вы Мне нужен только он один Правда-правда Да Да даже если бы наследник престола Признался мне в любви Я бы Я бы даже не взглянула на него На его месте я бы не вынес отказа И вы смеетесь надо мной Никто не верит в серьезность моих чувств Софья Петровна, я не хотел вас обидеть, простите Зачем я открылась вам? Постороннему человеку Но иногда постороннему открыться легче Как же мне быть? Посоветуйте, а? У вас, наверное, большой опыт? О, да Громадный Ну, хорошо, я попробую Но только чур не обижайтесь Если мой совет окажется неуместным Обещаю, уговорите же Ну, я право не знаю Попробуйте ему сделать что-нибудь Приятное Может быть, он тогда Обратит внимание на ваши чувства Чудесный совет Благодарю вас Но если вам не суждено быть вместе Лучше забыть его Я все правильно поняла Сычиха говорила о проклятии Господи, неужели это связано с нашим ребенком? Пускай спит Не надо ее будить Таня, да что ж ты волнуешься так по пустякам, а? Да просто мне страшно Сычихины предсказания всегда сбывают Да что ж за предсказания такие, а? Ну, наговорила в бреду что-то А ты глупое слушаешь Она и раньше так говорила Такое, чему верить нельзя А уж после ранения Но это не бред Она спокойная была Обо всем меня расспрашивала А когда узнала, что вы отец ребенка Так в ужас пришла И гнать меня стала Ну, может быть, она о Наташи беспокоится За нашу помолвку Но если она о вас не знала Откуда же ей знать, что о Наташи обо всем известно? Да Тоже верно Нет, не стала бы она расстраиваться из-за Наташи Она знает какую-то страшную тайну И боится мне ее рассказать Танюша, послушай Многие женщины в твоем положении Беспокоятся о будущем ребенке Вот Мне маменька рассказывала Что когда меня носила Она боялась, что младенца цыгане украдут Сама же потом и смеялась Сычиха не зря проклятие заговорил Да что она может знать такого, что мы не знаем Да она многое знает Чего простые люди не ведают Танечка, я здоров Ты тоже Ну, что с малышом может случиться? Недуг может через поколение перейти А я своих родителей совсем и не знала Ты рассказывала, отец твой умер еще до твоего рождения? Маменьку я тоже не помню Я слишком маленькая была, когда ее Бог к себе прибрал А тетка о них ничего тебе не рассказывала? Я помню Кузнец у нас В деревне жил А у него был сын Горбатый Ноги колесом Уж десятый годочек пошел А он крохотный И не растет Говорили, проклятие на нем лежало Так вот Ни молитва Ни знахаря Никто ему помочь не мог И чем же этот Кузнец Так Бога прогневал? Он на сестре своей женился Мать у него, когда умерла Отец себе вторую жену взял С дочкой уже Вот они С дочкой мачехи и сошлись Танюша А вот скажи Зачем мне все эти страсти знать? А что если и на нашем ребенке Это проклятие лежит? Ну ведь мы-то, слава Богу, с тобой не родственники Я третью ночь не сплю Все Только об этом думаю Как узнала, что Елизавета Петровна Не дочь, барыня Так и мучаюсь Так А это тут при чем? Мы с барышней в один срок родились А родителей я своих не помню Ты хочешь сказать, что мой отец? Может быть И мне отцом приходится А Марфу матерью Господи И тогда Понятно О каком проклятии Говорила Сычиха Здравствуйте, Сонечка Карл Модестович? Какими судьбами опять в нашем доме? Вас смущают мои визиты? Нет Ваше существование Если бы вы приходили с хорошими вестями На сей раз Новость весьма приятна Для вас или для нас? Это как посмотреть Отныне у нас с вами И добро, и зло будут общими Ведь я теперь Свой человек в вашем доме Что вы имеете ввиду? Ваш папенька Намерен взять меня управляющим О господи Что вас так удивляет? Отчего же тогда барон Отказался от ваших услуг? Не он отказался А я ушел Просто я решил Перейти на более выгодное место службы Ничего не понимаю А вам понимать ничего не стоит Такой юной, очаровательной барышни Не стоит забивать головку Хозяйственными вопросами А он уже взял кого-то на ваше место? Нет Боюсь, ему придется очень долго искать Значит, место свободно Конечно Конечно Получилось? Получилось Ну и семейка Ни одного нормального человека в доме Лиза Я хочу поговорить с тобой о Михаиле Маменька, если вы думаете, что... Я ничего не думаю Сейчас я хочу услышать тебя Вас интересует мое мнение? Да, сейчас меня интересует твое мнение Именно сейчас? Но я же всегда хотела твоего блага, Лиза Ты же не можешь этого не понимать Я же твоя мать Благими намерениями, маменька Ох, боже мой Да Я совершала ошибки Ну так помоги же мне Не совершать еще одной И уберечь тебя от нее Иди сюда Сядь ко мне Вы хотите знать, какие чувства я испытываю у Крепнину? Именно Сначала мы были друзьями Но это опасная дружба? Нет Он единственный понимал меня такой, какая я есть Как это какая ты есть? Что это такое? Он пытался оградить меня от всяких неприятностей И... И потакал всем твоим капризом Нет Он... Он принимал меня такой, какая я есть Лиза, я не понимаю, что это значит? Принимать тебя такой, какая ты есть Маменька, мы... Мы были с ним в разных ситуациях И он... И он видел мои слабости И мы стали по-настоящему близкими друзьями Близкими настолько, что... Да Нет, нет, я хочу сказать, что я влюбилась в него Ой, Господи Лиза Но ты же уже любила другого человека Нет Это было просто увлечение, это очевидно Маменька, я Михаила люблю по-настоящему А Коров было лишь детское увлечение Детка моя Ты понимаешь, что ты сейчас говоришь? Да Я хочу провести с Михаилом всю свою жизнь Дай-то Бог, чтобы оно так и случилось Счастлив за вас обоих Поздравляю Благодарю Спасибо вам Ну что ж, мне нужно идти Что он выдумал на этот раз Он говорит, что вы и Лиза Не вступили в порочную связь Он утверждает Что вы обесчестили мою дочь Карл Модестович А хоть да сплетен Ну, слава Бог Конечно, я же знал, знал Вы и Лиза не могли Все это гнусная ложь Петр Михайлович Я бы очень хотел вас успокоить Но на этот раз Он не лжет Что? Это правда Князь Я места себе не нахожу Как все прошло? Я думаю, нам стоит отметить Счастливое завершение нашего предприятия Ольга в безопасности? Как вам сказать? Что? Второе поместье Долгоруких В некотором запустении Крысы могут доставить Ей немало хлопот Слава Богу Главное, что вам Она теперь не помешает Это еще вопрос Вы бы слышали Как она проклинала нас Когда увидела свое новое убежище Она-то думала Что мы ее привезем В дворец с личной охраной Где она сможет Волю их помучать Мне жаль, что она недовольна Но ничуть не жаль, что она уехала Даже не верится, что все позади Неужели мы все-таки Смогли избавиться от нее? Князь Омоем шампанским Нашу победу У Ольги есть приют У нас покой Не стоит ли повременить, господа Рановато Праздновать победу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok